Очень рада всех видеть. На самом деле очень волнуюсь по многим причинам, потому что, во-первых, это моя родная библиотека, в которой я проработала 8 лет библиотекарем и завсектором. И здесь именно начинался клуб, которым я и руковожу сейчас, Карповка 28, он так и до сих пор и называется, хотя мы уже встречаемся в разных местах по названию этого, собственно, места. Ну и, в общем-то, вторая причина для волнения у меня – это то, что я сегодня не одна выступаю, у нас сегодня двое. И это тоже очень знаково, потому что очень многие стихи, которые написаны у меня за последние два года, они так или иначе навеяны стихами Николая Антропова, который сегодня будет со мной выступать. Это московский поэт, рок-барт. Сегодня вы познакомитесь, я надеюсь, с какими-то такими знаковыми вещами. И у Николая еще будет в Петербурге два концерта, если кто заинтересуется, потом спрашивайте. Мы будем дробить наше сегодняшнее выступление, там, ну, немножко я почитаю, немножко Николай там прочитает, споет, в общем, ну, как-то так. Ну и начнем, наверное, да, я сейчас начну с одного стихотворения, пока одно стихотворение, не знаю, почему мне именно его вначале захотелось прочесть. Оно, на самом деле, из старых. Вот, и потом передам слово Николаю. Силуэты. Что загадать? Я ничего не знаю. А то, что знаю, прожито другими. Там истина, померкшая за краем. А здесь костры, и мне уютно с ними. А здесь война за каждую улыбку. И на прокрустовом бессонном ложе земле не спится. Холодно и липко проводит свет по воспаленной коже. Там, в вышине, у лампы золотистой. Великает силуэт за силуэтом. Другие звезды или просто листья. И каждый лист – упавшая планета. Спасибо. Пожалуйста, Николай Антропов. Здравствуйте. Рад всех приветствовать в нашем уютном. Хорошо, что не тёплом. Я надеюсь, что всё-таки горячим в зале. Потому что самое страшное – это быть равнодушным. А если вы пришли, значит, у вас сердце ваше неравнодушное. И с трепетом относится к тому, что делает ваша душа, насколько она способна трудиться, переваривать слова. Насколько она способна любить, верить и стремиться в горние вершины стрелой именно туда. Я хочу немножечко о себе представиться. Родился я в городе Жигулёвске. Город на Волге стоит. Закончил театральный институт. Потом в 2008 году приехал в Москву и проработал сначала полтора месяца на Таганке, где работал Высоцкий. В данный момент я служу в Театре Московской государственной историко-этнографической. У нас очень много песенных спектаклей именно с таким фольклорным уклоном. Эти материалы собраны из экспедиций по Русскому Северу, из Зонежья и по Волжье и так далее. Если будет возможность у кого-то быть в Москве, обязательно приходите в этот театр, потому что это действительно такой остров, где осталось что-то русское, а не то, что нам в данный момент хочет навязать Запад. И по сленгу, и потихонечку вытесняются и слова наши исконные, и заменяются какими-то непонятными словами. Например, вместо дуэля они говорят батл поэтический. Это так, на будущее, на 11 число, если кто придёт. Так вот, хотел бы я начать стихотворение, которое называется «Которский колокол». Я его написал в Черногории. Это действительно наша братская страна и по духу, и по менталитету во многом, и очень горячо к нам относится к русскому населению. Которский колокол звонит. И беглый ветер свеж и светел, он картой звёздную отметил дорогу в Черногорский скит. Скиталец, обрати свой взор в зорницу звёзд моей плеяды, где в море плещутся наяды, играя у подножья гор. Здесь за волной бежит волна, волнуя море голубое, вся Адриатика полна в молочном отблеске тобою. В полночный час весь берег спит. Залив Которский безупречен, и только сон, как камень, вечен. И только колокол звонит из-под тяжёлых век века, глядят в меня неосторожно. Моя молитва, меч изножен, не дрогнет впредь моя рука. Дракон дорог к ногам моим, поди, сметая все преграды. Я наготой своей гоним для высшей цели и награды. Для битвы место здесь и тут. Мой меч отныне наготове, средь гор я верно, лилипут. Средь моря я лишь отблеск крови. Но не сражён мой взгляд и строг, как мрамор моря непокорный. На склоне лет вершине горной верши свой праведный острог. Суди меня, Левиафан, сегодня ветер свеж и звонок. И колокольчик, как ребёнок, звонит по мне из старых ран. Кровоточит туман, холмы, стоят часовни неподвижны, Как две заброшенные хижины над пропастью стояли мы. Которский колокол молчал, а звёзды, мёртвые наяды, Упали в каменные взгляды с вершины черногорских скал. Там маленькая такая предыстория. Ловчин – это гора, где стоит мавзолей, Где похоронен святой человек Петер II Петрович Негаш. Это владыка, господарь, философ и величайший поэт Сербии. В царские времена были очень хорошие отношения с Россией. Россия всегда помогала Черногории. Там и пути, и морские пути они налаживали. Но он прославился именно как поэт, философ, мыслитель. Если будет возможность где-нибудь почитать его стихи, Найдите, обязательно почитайте. Это действительно такой сербский Пушкин и Достоевский. Вот. Следующая вещь называется «Хортис обливиолис», Что переводится «Сады забвения». Мой друг не будет так, как прежде Уходит в жертвенный огонь Наш сад, но мы стоим в надежде Согреть открытую ладонь Сад времени под властен тленью Подобно телу моему И мы с тобою ляжем тенью Ветхозаветную суму Ветхозаветную суму Мой друг, ее стальные нити Ковали солнце века Мы только слово на гранить Мы только время и река Твоя рука моей протянет Из радуг сотканный цветок Но знай, мой друг, и он завянет И тенью ляжет на песок И тенью ляжет на песок Песок был некогда часами Цветок был некогда дождем Который шел под небесами В наш сад, где мы с тобой вдвоем Сменяет день ночная птица Она уже сулит рассвет Мы одеваем наши лица Навстречу солнцу всех планет Навстречу солнцу всех планет Часы пробьют в луче и чаше Предстанет озеро зари И мир взойдет в покои наши На солнечные алтари А ткань теней землею станет Но плодородной и живой Все повторится вновь и коней Внерукотворный образ твой Внерукотворный образ твой Сменяет ночь дневная птица Она уже сулит закат И заколдованные лица Ликуя на огонь глядят Мой друг, нас ждут сады забвенья Новозаветные как свет Мы только ветра дуновенье Из радуг сотканых планет Из радуг сотканых планет Все канет вновь все повторится Две вещь Их птицы ночь и день Река и время Только тень Которая в ладони ложится Откань теней землею станет Но плодородной и живой Все повторится вновь и коней Внерукотворный образ твой 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 Колокола Я вырву память из души Покорно В ужасе бела живу Жасмин да камыши О чем-то врут колокола Мол, танец времени ловчей Чем колокольный самопляс по мне Отзывчиво ничьей Давно не помнящий о вас Кто был утешен и казнен Чьи очи злы, слова сильны Тревожит колокольный звон Вечерний пепел тишины Над вечерами ветер наг И пепел бел И боль звонка И рек скрещенных будто шпаг Тугие искры облака Я не от вас произошла Кто был хорош, кто станет плох В стране, где врут колокола Что умер Бог Стихотворение «Певец» Оно вообще немножко для меня Такое униформатное получилось Странное Написано оно было Когда недавно В шестнадцатом или семнадцатом году Умер поэт замечательный Юрий Алексеев Еще из тех Кто был в тусовке с Айгона Ну такой Очень интересный был автор Это первый крупный поэт Который выступал здесь вот у меня В поэтическом салоне «Карповка-28» И его смерть меня потрясла Хотя мы с ним близко не были знакомы Никак В общем-то он у меня только Тогда вот выступил Ну я читала его стихи Я написала Оно почему-то «Певец» называется Не знаю Ну не то что это не посвящение Оно просто было вот навеяно Именно этой смертью Мне захотелось об этом упомянуть Под небом занавес качнулся Певец упал и не очнулся В укор глупцам и гордецам И смотрят люди виноваты Падет ли занавес заката На распростертого певца Но длится звук Но песня плачет И все становится и значит Но интереса больше нет У тех, кто избран был глаголом В неказе где бэк-вокал, где соло И где обещанный сюжет Под всхлипы флейты и гитары На сцену вышли санитары В цветах закатного луча Забрали душу вместо тела Она в руках у них запела Но зал уже не различал Еще одно Называется «Красолов» Мой богатейший город уничтожен И некому заплакать от бессилия А Красолов ведет со зданий божьих Я не могу ловить его за крылья И прячась между музыкой и словом Паду и пройдет Поплю и не приключится Я ухожу за флейтой Красолова И нам обоим страшно оступиться За ним следы чернеют, будто раны И отступить, и оглянуться страшно За ним сожженные мосты и страны Среди развалин соляные башни А вдоль дороги вехи соляные Куда-то ввысь протянуты ладони Им нет числа Но не боюсь Отныне я не отказываюсь от погони Я не боюсь грядущего Я тоже Мы тему цели навсегда закрыли Он с каждым шагом все мрачнее и строже Я не могу ловить его за крылья Песня называется «Реставратор» Прощай За прежний свет очей Благодарю За неземные звуки Твоих признаний Трепетные руки Влекомые К излучине свечей Прощай Пусть прежняя река Ведет тебя и сердце по-английски Но помни Мы когда-то были близки Когда-то Это было на века Прощай Не оборачивай свой взгляд В былую боль Забудь земное Забудь земное Не вернуть уже назад Словами Наречешь меня иными Прощай Простыл глубокий след Остался иний На губах излучен И луч насквозь Прожег меня измучил И вырвал с болью Несказанный свет Прощай Отныне крылья мотылька Ковром легли На хрупкий бархат снега Когда-то по нему Я тоже бегал Когда-то Это было на века Но век прошел И старый реставратор Переначал музыку любви Цветами перекуслан Мой театр Он захлебнулся В собственной крови Прощай На бересте Мой берег Берет начало Всех начал и рек Я помню Твое имя Человек В которое Никто уже не верит Благодарю Мелодию разлук Благословляю Неземные встречи Спасибо и на том Что был не вечен я Как свеча В дыхании его рук Прощай 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 Благодарю Мелодию разлук Благословляю Неземные встречи Спасибо и на том Что был не вечен я Как свеча В дыхании его рук Благодарю Аплодию разлук Аплодия 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 Благодаря Благодарю Сейчас я бы хотел спеть песню, которая исполняется в нашем театре, в спектакле, в котором я играю, и там я и танцую, и пою. Называется оно «Музыкальное путешествие». Это спектакль. Это там мы исполняем танцы тех народов, где гастролировал наш театр. И вот эта французская старинная песня про любовь и вино, как всегда. Это там мы исполняем танцы тех народов, где гастролировал наш театр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам! А вот сейчас я, конечно, Личевый тоже спою что-нибудь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, шибко звенят ключи В замочной дыре Пора направить свои мечи Ворота Петра Когда я умру, не плачь Когда я воскресну, пой Жизнь — это смертельный матч Последний самим собой Когда я умру, не плачь Когда я воскресну, пой Земля — это детский мяч Субтитры создавал DimaTorzok Ворота тобой Субтитры создавал DimaTorzok Ворота тобой Спасибо вам! Луч В прямом луче на все простой ответ И ни одной затравки для сюжета Мне интереснее отраженный свет Меня тревожит преломление света Под никому неведомым углом Изломаны эпохи и герои Я тоже искажение, излом Я не умею быть самой собою Дробятся в лужах памяти века Мгновения рождаются из тени Наш новый мир похож на старика Ослепшего от частых искажений В нем человек Стократно перепет О Боге даже говорить не буду Но верю, что покину этот свет Прямым лучом Направленным отсюда АПЛОДИСМЕНТЫ Тут и стареньких Жив Мне тебя не повторить вновь Мне был дан всего один вдох О котором суета снов Из которого не пил Бог Мне был дан всего один звук Над которым тишина век Неразомкнутый в веках круг Рассыпается на дробь вех Полустанками других глаз Путешествует немой блик То ли счастье перешло в нас То ли солнце перешло в них Мне тебя не отразить ввысь Из небесной колеи лет Я намеренно смотрю вниз Где, возможно, никого нет Где распахнутый в душе мир Луч пронзает золотой нерв У тебя в груди морей Ширь У меня в груди судьбы Червь И рожденный до меня Миф Из которого не пил Бог Остается без меня Жив У меня же был один вдох Стихотворение Такое обращение к себе Называется «Себе» Тоже такое из последних Спохватишься Настанут холода Весы склонятся в сторону труда Вторая чаша опустеет вскоре Вздохнешь, листами заменив листву Ты в этот раз не съездила в Москву Ты в сотый раз не съездила на море Спохватишься Застроили район Вокруг биологический бульон В котором вряд ли ищущий обрящет Но тем вернее шанс пройти отбор Тем меньше смысла плыть наперекор А дежавю случается все чаще Спохватишься А ты успешнее всех Но радости не будет Как на грех Душа моргнет растерянно и сонно Ей снилось, как дурацкий сериал Смотрели с другом Он еще не знал Что не увидит нового сезона Спохватишься Все так же, как всегда Из года в год приходит холода Судьба велит сменить приоритеты Здоровье, да набитая мошна Ты не должна, а значит не нужна Свобода – это рабство для эстета И может быть игра не стоит свеч Соседи променяют плуг на меч Ты возродишься несуразной птицей Когда поймешь, что люди – это снег И так внезапно смертен человек Что ты не успеваешь спохватиться Ну все, Николай Я бы хотел спить Из военной тематики У нас такая песня Тоже не очень давно написанная Называется она «След» Чтобы как бы на всех фронтах Можно было Люди города Дороги помешались в голове Но остались только ноги Одинокие в траве Ноги топали куда Под ногами долгой путь Смотры следом виновата Обезглавленная грудь Все сколочено, все сбито И от этого знобит И ничто, мол, не забыто И никто, мол, не забыто Эх, дороги, пыль, туманы Тонкой бритвой, горизонт Вот и братские курганы Вот и надписи на фронт Эх, дороги, пыль, туманы Тонкой бритвой, горизонт Вот и братские курганы Вот и надписи все на фронт Ноги шли, звеня рассою, Мессер Шмидт висел в петле, И одной ногой басою Стало меньше на земле, А вторая, что вторая, Сны связав единый сток, Шла без первой ковыляя, И в конец вся сбилась ног, А вторая, да что вторая, Сны связав единый сток, Шла без первой ковыляя, И в конец вся сбилась ног, Спотыкнулась, полетела Одинокая нога, Всю войну исколотела, Замели следы снега, Где-то плакала гармошка, Так хотелось отдохнуть, Но осталась лишь подножка, А под нею долгий путь, А где-то плакала гармошка, Так хотелось отдохнуть, Но осталась лишь подножка, А под нею долгий путь, Люди, города, дороги помешались в голове, Но остались только ноги, Одинокие в траве, Ноги топали куда-то, Под ногами долгий путь, Смотрит следы не виновата, А безглавленная грудь, А где-то плакала гармошка, Так хотелось отдохнуть, Но осталась лишь подножка, А под нею долгий путь, Камагридеша, это есть такой писатель, Генрих Синкевич, у него есть роман, Называется «Камагридеш, куда идешь?» Про апостола Павла. Летела молодость с посудой, И билась, пачкая паркет, Куда ушла ты, моя удаль, Куда исчез твой буйный свет, Камня на камне не осталось, Пора щебенку собирать, И только черная усталость Прожгла насквозь мою тетрадь, Бессильем скованы движения, Безвременьем расколот дух, Погибла молодость в сраженье, И вот я нем и слеп и глух. «Старик, скажи, Камагридеша, что грядет там впереди?» Ответил он, «Ты глуп и грешен, Тоска живет в твоей груди, В моей груди пылает пламя, Лампады тихой и святой, Бог в именах пребудет с вами, Непоругаемой пятой. Потешен ты, кричали дети, Безумна речь твоя, старик!» Я замолчал, навеки светел, Извергнув грешный псам язык. «Старик, в твоей груди царит тревога, И волчье логово огня!» «Камагридеше, вот дорога!» «Старик, возьми с собой меня!» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам! О чем я буду мыслить? В последний свой момент. О вечности мной созданных легенд, О мифах, мирозданий, О балладах бытия. Но где среди них в итоге буду я? И кем я стану? Причей на устах, Или устами многих поколений, Или меч сложу, И от всего устав, Поверженным я рухну на колени, Или в цветах попоя Со щитом Я ринусь в бой с собой, В неравной схватке От рук своих погибну, А потом потомки вынесут Мой меч без рукоятки. И на щите мной созданных легенд Войдет мой дух в храм трав И чистых речек, О чем ты мыслишь, Вечный человечек. В момент рождения, В последний свой момент, Я песню свою сложу не на песке, Чтобы ее мирской волной накрыло, А там, где рукоять в тугой руке Для будущего воина застыла, Возьми клинок на пояс водрузи, Твой щит теперь как купол деревянный, Ты уязвлен, как я, Смертельной раной, Все стерпит небо, Смерть свою срази и знай, Мой миф меня переживой вед, О чем я мыслю и живу, Неважно, Сплети и строг мне свой венок, Бумажный, И отпусти его В храм трав и чистых вод, Тогда тебе и мне придет черед. Благодарю вас. Благодарю. На одно стихотворение я, Надеюсь, не собьюсь, Попробую на память, Я его чуть не распечатала, Забыла. Называется «Шкатулка». На 38 беспокойных лет Разбилась поднебесная шкатулка. Мой проводник из мира снов на свет Ведет меня по грязным переулкам. Я вижу лед с оттенком фонаря, Полны значения мысли и предметы, И кажется во сне, Что все не зря, Что я иду на самом деле к свету. Во сне равны Деяния и дела, Сердца глухие, А лики просто лица. Мне жизнь являлась в облике орла, Мне смерть являлась в облике волчицы. Ее дыхание пепел и песок, В ее глазах застыли птичьи крики. Но утром снова потолок высок, Часы тревожные, Безмятежны книги, Снаружи то ли клекот, То ли вой, И никакой мучительной опеки. А дни, еще не прожитые мной, Опять скрывают сомкнутые веки. Ну, это такое, Из тех, что я называю полегче. Дети. Мы в мире заперты, как дети, А в детях интерес высок К тому, что есть на прочем свете, Но далеко дверной глазок. Окно задернуто наукой, Моралью, пылью, мишурой. Мы пьем разбавленную скуку И называем жизнь игрой. Ждем наказания за проступки, В душе, надеемся, простят. Ковчег считаем утлой шлюпкой, Спасавшей птичек и котят. Услышав звуки по соседству, Хотим навек остаться тут. Мечтаем вырасти из детства И ждем, что взрослые придут. Ну, тоже такое, оно... Странно, оно немного получилось пафосное, На самом деле оно очень несерьезное. Если кто иронию такую скрытую заметит, хорошо. Собеседник называется. Ты мерзнешь в городе соседнем, Там те же липы и гранит, А космос худший собеседник, Все говорит и говорит. И ни единой мысли звонкой, Ни горькой правды, ни вранья, Лишь вечность, первый вдох ребенка, Последний выдох бытия, Росой на солнечных откосах, Шептанье лун, молчание лет, Нет ни ответов, ни вопросов, И жизни нет, и смерти нет. Но ты, увы, не на Плутоне, Когда замерзнешь на Руси, А звезды не согреть ладони, Как близко к ним не подноси. А человек и просто сложен, А человек и крест, и путь. Поговори с любым прохожим О ерунде, о чем-нибудь. И в этом будничном смирении Ты обретешь и хлеб, и кров, Услышишь мир и сотворение, И каждое из божьих слов. Я три уже прочитала, да? Давайте четвертый что-нибудь еще Прочту маленькое. Бумага. Вракли, друкли, светлые утраты, Твой венец из листьев и гдрасили, Даже если б не были богаты, Мы бы о таком не попросили. Но в избытке глупая отвага, Мировые ветви населяя, Их же листья превращать в бумагу, И бумага до сих пор живая. Напиши на той бумаге руны, Проследи, чтоб ветер их развеял, Ты уйдешь не сведущим и юным, Не увидев ни орла, ни змея, Ты уйдешь беспомощным и нищим, Расплескав космические реки, Чтоб зашли над каждым пепелищем Золотого ясеня побеги. Кто мне подарит мои годы, Вместо букетов и конфет, Налейте в кубок мой свободы, В которой яда больше нет. Налейте медом мне по горлам, Верните жизнь за годом год, Который смерть еще не стерла, Который память не сотрет. Друзья мои, не надо тостов, И бурных слов мой адрес терт. Мой день рождения, это остров, Он мне напоминает торт. Он одинок средь океана, И только мною населет. Земля моя обетованная, Есть только я и только он. Враги мои, года как годы, Волзут и спор, и в пот и кровь. Меня бросает в тень лампады, Жизнь мотылька, моя любовь. В грозу, в долину смертной тени, Войду я светом облачен, И ангел угольным мечом Грудь рассечет, как цепь видений. Бери бессмертные свои годы, Оставь у золотых ворот, Земное тело, тень свободы, Жизнь мотылька за годом год. Друзья мои, теперь я инок, Мой адрес терт и дом продрог. Мой день рождения — это рынок, Он мне напоминает торт. Мне 33, какому богу Я проложил свою тропу. Сквозь равнодушную толпу Прожил, прожег свою дорогу. Врата мои я в запустении, И вот был с неба вещий глаз. В грозу, в долину смертной тени, Грозящей мне твой пробил час. Войду воротами в долину, И впредь уже не убоюсь, Грозы, в которую ворвусь. И посылую стопы сыну. Удар был крепкий и смертельный, И рухнул я, как крест нательный. Друзья мои, теперь я инок, Мой адрес терт и дом продрог. Кто мне подарит мои годы Вместо букетов и конфет? Налейте в кубок мой свободы, В котором яда больше нет. Спасибо вам. Знаете, сегодня у моей мамы день рождения. Вот, и у меня сегодня поздравил ее. Как встал, сразу ей позвонил В город Жигулевск. Заранее от всех вас передал привет. Знаете, так необычным ходом пошел. Думаю, знаете, говорю, мам, Сегодня у меня концерт. Говорит, да-да, все знаю там. Вот волнуй за тебя. Там свечку в храме затеплило. Я говорю, спасибо тебе. Вот. Я говорю, ну вот, я тебе от всех, Кто сегодня придет, Говорит, передаю привет и поздравление. У меня есть такая песня. Она и, как бы, и отцу, И матери посвящена. Отец, говори со мной, Говори со мной, моя мать. Меня призывают в бой, Там все должны боевать. Со мной началась война, Но пока ничего не случилось, Зеркало просто разбилось, И покраснела луна. Мой отец, это раны и рвы, Моя мать, это бархат и шелк, По которому рано ушел. Постучатся в двери травы, Я послал почтальона жди. У него от меня письмецо, У войны неживое лицо, У войны вместо слез дожди. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Жди меня, моя верная мать Жди меня, одинокий отец Скоро будет война провожать Наши тени в конвертах сердец Прочитай в моем пульсе сос Прочитай в моем слоге шаг Каждый шум, как бесшумный враг Стережет тишину волос И стрижет голоса в голове Только тень на пустое крыльцо У войны пожилое лицо Отыщи мои двери в траве О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о В доме не бегают дети, в доме моем нет жены, В доме моем лишь ветер и беспокойные сны. В доме моем нет крыши, в доме моем нет окна, В доме ютятся мыши, в доме ночует луна. В доме моем все двери, открытые ночью и днем, В доме ручные звери, напуганные огнем. В доме моем я пугала, на пуговицах угла, А вокруг стала круглого, исписанная золом. В доме моем чернила, кровь золотая стихов, На языке застыла, капли последних слов. Вижу при лунном свете на колокольчике сна, В доме играют дети, а рядом со мною жена. В доме не бегают дети, в доме моем нет жены, В доме моем лишь ветер и беспокойные сны. Вижу при лунном свете на колокольчике сна. В доме играют дети, а рядом со мною жена. А, вы знаете, тут вот недавно, да, был день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 80 лет. С вашего позволения. Вдоль обрыва, А над пропастью по самому, По краю я коней своих, Нагайкаю, стегаю. Погоняю что-то в воздуху, Мне мало. Ветер пью, туман глотаю, И чую с гибельным восторгом, Пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее, Не укащики вам Кону да плеть. Но что-то кони мне попались Привередливые И дожить Не успеть Мне допеть Не успеть Я коней напою Я куплета допою Хоть мгновенье еще Постаю На краю Сгину я Меня пушинкой Ураган Сметет с ладони И в санях Меня голубом Повлекут По снегу Утром Вы на шаг Не торопливый Перейдите мои кони Хоть мгновенье Хоть мгновенье Но продлите Путь к последнему Приюту Чуть помедленнее кони Чуть помедленнее Не укащики вам Кону да плеть Но что-то кони Мне попались Привередливые И дожить Не успеть Так хоть дать Допеть Я коней напою Я куплета допою Хоть мгновенье Еще Постаю На краю Мы успели В гости к Богу Не бывает Опозданий Так что ж там ангелы Поют Такими Злыми Голосами Это Колокольчик Здесь Зашелся Отрыдани Или я Кричу Коням Чтоб Не несли Так Быстро Саней Чуть Помедленнее Коней Чуть Помедленнее Помедленнее Умоляю вас Вскачь Не лететь Но что-то кони Мне попались Привередливые И дожить Не успел Так хоть дайте Допеть Я Коней Напою И я Куплета Допаю Хоть Мгновень Еще Постаю На краю Не рано Время Не отыщет Не в чем Уже не улечит. На безымянном пепелище обычно нечего лечить. Здесь будут мох, роса и нега. И первозданная тоска совсем другого человека, ребенка, мужа, старика. Земля пропахнет мирным дымом, заплачет птица, как щенок. Костер бродяги пилигрима возложит пепельный венок на русый мох, на росы эти, на память брошенную вспять. А все, что время не заметит, то и не надо исцелять. Фонарь. Ночью над улицей серой звездой фонарь, самый неяркий в созвездии Козерога. Сверху ему нет разницы, с кем январь, сонно вальсируя снегом, шагает в ногу. Улица сверху та и совсем не та, ветер ее душа гласит фальцетом. Прячется в каждой наледи красота, светятся окна влажным холодным светом. Словно большие ангеловы глаза что-то такое знают, сказать не могут. Улица сверху похожа на небеса, то ли присутствием, то ли отсутствием Бога. Может, не важно, чем чаша ее полна, жизнью бесплотной или всецельным мраком. Снизу, прохожему, серый фонарь окна, кажется верным в ночи путеводным знаком. Камень. Я камень в пьесе без ролей на сцене, бархатом по краю черным черно. Я дня белей стою и вовсе не играю на сцене. Ветер свеж извне, там зал, темны ряды скамеек. Мой ангел слепо верит мне, он по-другому не умеет. Он не знаток пера, холста, смычка, сценического слога. Он просто лично знал Христа и говорит, что знает Бога, что будут войны, глад и мор, что посвящен во все детали. Наивный, мраморный актер на самом скользком пьедестале. Что-нибудь более жизнеутверждающее найду. Вот из стареньких. Не видим, куда и откуда пришли мы в назначенный час, но ждем непременного чуда во всем, что сокрыто от глаз. И кажется, вечной дорога вопросы роятся и жгут. Удастся ли вылепить Бога по образу светлых минут? Узнаем ли правду на склоне, душой обращенные вспять к тому, что всегда на ладони, о том, что нельзя осязать? АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего, не устали? Нормально? Ну, слава Богу. Жизнь паутинкой тянется, Меж пальчиков бежит, Но пусть со мной останется. Все, что на дне лежит, Лежит на белом берегу. Янтарная смола в смоле Я веру берегу И двое крыла. Как память о моей земле Земной нелегкий путь, Где легкие в густой смоле Вовсю дышали грудь, Бери, неси их на алтарь. Их нож отяжела, Сияет в золотом янтарь И два его крыла. Храни тебя, мой оберег, Как воду от беды, Жизнь тянется по руслу рек До золотой звезды И тестом истина тесна. Красная боль в миру, Всем нам на параллелях сна, В колодцах по ведру. Здесь ворожба, чернада звезд, Здесь мертвые не спят, А держат вечный свой погост. В объятиях тех, кто свят, В янтарной комнате небес, Дверей нет и окон, Но это комната небес, Намоленных имен. Село земля, лиха беда, Дым в самокрутках лет, Мы поджигали города, Распятим те, кто свет, На стену впадала стена. Смерть сеяла, стрела, Въедался в тело, Штопор сна, Из глаз текла смола. Да, тестом истина тесна, Красная боль в миру, Семна на параллелях сна, В колодцах по ведру. Молвой на смоленный даят, Молитвы до смолы, Который по уши увяз, Бог водосточный мглы. Рекли разянутые рты, Гражданское вино, Любовью пачкали бинты, Дождем крапили дно, Салют из пробок конфетти, Истинный холокост, Жизнь паутинка и у пути, Вязала вечный пост. И постриг плоти от плода, Что сеяла стрела, Горел мой город в горне льда, В котором жизнь спала, А ста дошло на водопой, Из нефти и крови. И мой пастух, как бог с тобой, Купался в той любви. Он искупал, он искупил, Живые родники, Где в черных скважинах чернил, Попят черновики, Пусть рвется пуповин и нить, Здесь путь смола и гарь, Нам крылья белые крошить, Да но как снег в январь. За коридором, коридор, Под роговицей век, Век носит имя приговор, С печатью алых рек, С печали седины земной, Чья кровь черна, как нет. Мы будем, Господи, смолой Янтарною гореть, Мы будем, Господи, смолой Янтарною гореть, Мы будем, Господи, смолой Янтарною гореть, Мы будем, Господи, смолой Янтарною гореть. Янтарною гореть, знаете давно кстати не пел ее песня называется зерно я вообще с нее как бы концерты начинаю так а тут к финалу движусь вертим свое весло колесом мельница да звук в поле каждый колосок перемелется перетру зерно в жерновах да снесу в амбар а ко времени взойдут слова как великой дар верти веслом языка покуда язык не враг и зерно твоих слов века упадет а не во враг а ты не беспокойся смотри как листья календари срывают ветра по утру слова будут жить я умру война как дорога черна но полон заплечный мешок а я сыплю стране зерна на зерно из отборных строк давай давай кушай кушай ты не подавись но ведь не каждое слово один в поле не колосковый я и ты полос без головы мы не помним высоких ноут эй маэстро сыграй катуш а пропавший без вести споет за спасение пропащих душ мы встречали весенний гром проливным пожаром гитар но не сыщешь вовек днем с огнем тот великий отборный дар вот затихли слова и бои вот повержен язык мой враг да вот так только песни твои мои словно крест на андреевский флаг запродило зерно и в спирт эй пропавший скажи-ка тост или нет помолчи ну давай давай лучше выпьем за мир и на грудь нам пригоршня звезд а за отвагу за трусой за что так пусто небо в глухом бару свято место и мое решето все я душу твою на ветру — сея душу твою на ветру так верди своё весло колесо мельница ну даст бог сполить каждый колоссом перемелется перетру зерно в жерновах да снесу вампар ребята а ко времени вот когда-нибудь зайду слова как времени когда-нибудь зайду слова как велика ко времени когда-нибудь зайдем слова как великий дар не надо слов овации похвал я не заслуживаю вашего внимания я бесконечный чувствую провал в глубокий сон в беспамятство в сознание в гостях у жизни и у вас в долгу куда иду я посреди развалин расписываться кровью на снегу твоим автографом мой неспокойный каин в горстях моих рассыпался овал лица мозаики какой-то древней фрески я бесконечный чувствую провал сознание во временном отрезке опустошенный зал как зал пружья гул церемоний как динамик жуткий в последний раз вам кланяюсь не я а человек застрявший в промежутке в аплодисментах собственных шагов я покидаю сцену без букета в антракты вечности где тишина раздета моим молчанием не надо больше слов спасибо вам спасибо поля спасибо нашему оператору миша это благодаря ему это можно будет увидеть в интернете на видео